Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 967. События дня. Экклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Объявление. В нашей Барнаульской крестоводвиженской общине в возрасте 42 лет только что умерла Дробот Анастасия Валерьевна. Осталось четверть детей. Янафа, Ивана, Фросиния, Ниастор, муж, глухонемой Андрей. Ну вот номер. Это большие ролики. Отпевание и проводы в последний земной путь. Анастасия Дробот, сестры нашей. 25 июля 2018 года. И тоже это самый второй ролик. И поминки. Допустим, Татьяна звонит. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот ответ. Галина Загуляева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Бог в помощь, небесе сестра. С Богом. Аллилуйя. С Богом. Ну вот так. Не выключил здесь. Звонит Татьяна. Телефон сел. Как раз переключил. Просят благословения. На то, чтобы испечь просфоры. Батюшка едет. В пятницу. Она в пятницу готовит. Вот я отвечаю. Помощь. Можно направлять на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона. 7. Плюс. Ну, надо там восьмерку просто поставить. 9-0-6. 9-6-8. 6-3-0-6. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить. Считайте дальше тут сами. И Сбербанк. 4-2-7-6. 0-2-0-9. 4-4-6-5. 7-3-3-4. Александр Александрович пишет. Спаси Христос Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, что означает слова из Евангелия? И далее приводит. Иисус сказал им, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Тут объяснять нечего. И всякий, кто оставит домой или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, последние первыми. С уважением, Александр, город Ноябрьск. Ну, я отвечаю на это. Все ответы даны в нашем трехтомнике Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта Болгарского. Тут что-то непонятно. Это когда препятствуют, ставят перед выбором. Или ты остаешься на этой земле, или ничего не получаешь, бомжом будешь. Ну, а апостолы-то фактически все были бомжи, считая самого Христа. Нигде голову преклонить. Без определенного места жительства. Тут толковать вообще нечего. Сергей Игнатов. Сергей Гуаровхов ему пишет про обоявшую соль. 27-го мне написал июля. Следующее, перешлите, пожалуйста, от Игнатия Тихоновича, а то он меня заблокировал. Священник в Подмосковье зверски зарезал жену. Ну, а тот пишет. Отец Игнатий, прости меня, если я неправильно сделал, что переслал его письмо. Письма Сергея Гурахова я слушал в событиях дня. И они оставили у меня неплохое впечатление. Сегодня я обратил внимание, что получил сообщение от заблудшего Олега Свата. В сепаратные переговоры с врагами дорогих мне во Христе, мужами, братья, не вступаю и блокирую всякие контакты. В свою очередь и меня блокируют за то, что общаюсь с исповедником православной веры, то есть с тобой, Игнатий Тихонович. Меня это несколько печалит. Но куда мне идти, как не к Господу и Его ревностным служителям, как ты? Храни тебя, Господь, отец Игнатий. Айгумен Кирилл Сахаров. На Берсеневке. Около храма Христа Спаситель. Это метров 200 от него. Защитник русской земли. Заметки с юбилея Владимира Николаевича Осипова. Чествовали юбиляры в Международном фонде славянской письменности и культуры. Возможно, это последнее мероприятие подобного рода, проходящее в фонде. Вполне реальная угроза потери здания уже в сентябре. Довольно представительное собрание гостей. Священнослужители отец Виктор Кузнецов, отец Стелл Чаплин, отец Георгий Вахромеев и Аз Грешный. Представители патриотической общественности. Платонов, Касатонов, Корягин, Самусенко, Чепурная, Бородина, Друйс, Болотин, Сашенко, Бойко Великий и другие. Бойко Великий через дефис. Выступавшие отметили уникальные качества юбиляра. Не превозносится, обладает унивительным смирением. Неутомим, несмотря на возраст. Нравственный ориентир. Всегда боролся за державу. Внес огромный вклад в сбережение духовности русского и славянских народов. Подлинный и искренний человек, который всегда находился на острие борьбы за русское дело. Живой классик русской идеологии. Отец Стелл Чаплин говорит, в разные эпохи гонения и затишье. Говорил ярко и открыто, и одно и то же. Ни под кого не подстраиваясь, ни перед кем не заискивая. Для него не было вопросов, ни нашей повестки дня. Он касался всех злободневных проблем бытия русского народа. Я в своем выступлении отметил бесстрашие и бескорыстие Владимира Николаевича. Вот кто это все пишет, похоже, отец Игумен Кирилл Сахаров. В одном фильме предчувствия, кажется, там много снимают о нем, и мы как бы оказались через это более знакомые. Вот какие здесь сведения. Вчера день, что решил я найти, хорошую мордушку. Везде проехал, ни у кого нету. Поехал указывать на Андрея Устинова. А у него какой-то такой сеточки связанные. Восемь заходов туда. Это, не знаю, такого не видал. Но, ну, потом, ну, потом, взял я ее тестом, там, помазал, поставил и сразу почерпнул столько, сколько в этом году еще не ловили. Но я решил кое-какую статистику провести. Взяли такое же самое ведро пустое, поехали к батюшке. Сначала позвонил у него кантырь, кантырь, весы такие. И оказалось, 4 700. Ведро пустое здесь 700. Значит, рыбы сразу поймали мы на 4 килограмма. 4 килограмма. Ну, я два раза забрасывал этот, через так 15 минут уже вытаскивал. Садок, как бы. Теперь я решил узнать, Сколько же там единиц? Оказалось, там 813 голов гальяна. Каждый гальян в среднем, вместе с внутренностями, с кишками, 5 грамм. Тогда отдельно взвесили кишки сколько? 300 грамм. Ну, вот тут вся история. Теперь уже понимаем, что в августе месяц заново народившиеся от оставшихся живых гальянов. Вот столько-то, столько-то весят. Это статистика для нас важная. Володя протопил немножко печь русскую, и скорее туда ставить. Посолил маленькое. Теперь можем засушивать, и у нас будет свое. Надо сегодня еще утром съездить. Вот так. Много времени это, конечно, отнимает туда-сюда. Да, я там все это приспосабливал, вытаскивать как. И две маленькие мордушечки стоят тоже. Разбираясь. Сказал деревенским к этому пруду не подгонять коров. Всего трое пасут-то. В трех домах, домах, дворах. Скотина. Всех предупредили. Вчера прихожу, там уже на пять из копыт, или берег обрушивает, и туда сходит. Кто пас? Кто пас? Нашли. Кто пас? Почему запускают сюда? Зачем? Когда есть отдельный пруд, на котором всегда поили, всегда. На этом пруду никогда не поили. Я местный, знаю, ничего нельзя сделать. Небрежность. Родители ничего не делают. А она еще ходит, уши заклепала этими, что-то слушает. Память-то все отбила, и еще не может даже стихотворение одно прочитать. Ну вот и все. Батюшке вечером уже позвонил. Я говорю, разберись. Ну, предупредили же, сказали. Воды-то больше стало. Неохота гнать. Ленивые. Ленивые люди стали. Вот. Виталий тут новую мордушку. Виталий, говорю, Сергей Пупков. Виталий так работает. Помогал. Чистил рыбу. Но все медленно. И все это показали, мы засняли. Медленно, медленно. Вот мы по сто штук их считали, чтобы двойной счет не ошибиться. И я посчитаю, он еще ровно одну минуту теряет на сто штук. Восемь. Восемь минут потерял. Восемь минут. У него больше. Ну, видишь как. Вот, вот, еще кое-что я делал. Набил пять мешков я сеном. Сегодня готовимся на Южный пруд пойти. Там требуется ремонт. Подмыло весной. Это все подготовка. Вот, и день наш. Молимся, конечно, чтобы Господь умягчил сердца Максима одного, который добивается, чтобы разломать наши постройки. Ну, хулиганство. По-другому никак. Под какие-то статьи подгоняют. И глупости все это. Человечности-то, если нету, заповеди Христа не соблюдают. А остальное побоку все. Но фараон нашел свое место на дне моря. Ты, говорит, иди, а я же сточу. Так и в жизни нашей случается. Это молимся, чтобы человека этого Господь помиловал, простил, обратил. Сердце его умягчил, чтобы не преследовал. Меня ли преследовать, когда я 45 лет отдал чужим детям? На навозной куче стоят какие-то, как они называли, курятники. Ничего нет. Никак не относятся к захвату земли. Ни к чему не относятся. Еще ни одного человека не встретил. Кто бы сказал, а вот он для этого делает. Ни для чего. Все понимают. Лопается человек от злости. От злости. Вот и все. Дьяволу служит, а не Богу. Но мы молимся, чтобы умягчилось сердце всего человека. Бога, чтобы прославил, стал христианином. Это вот за один день. День был хороший, жаркий. Я из старого обмундирования достал. И афганка, кепка такая, Виталию дал поносить. Я мог вот она совсем ее получить. Но это нет. Иначе бы ничего и не было. Я раздавать не имею права. Я получил для лагеря. Вот так. Тихо, мирно прожили день. Ну и показать наши ресурсы. Вот это. Больше всего для меня нравилось. Они его ущербным сделали. Многие функции убрали. Мой мир. Здесь переписываться легко. А где я с Голубем, то не трогать. Вот тут что у них. Уведомления. Какая фотография кому понравилась. Вот все это концерты. Наталья Усата вчера выставила. Вот она. Посмотрела, сколько ей понравилось. Дальше Виктору Мустакову тоже. Второе. Это наш православный форум. 1600 тем. Я его не задеваю. Он в застывшей форме находится. И вот работа идет в основном. Православный видеоканал. Сегодня я выставил 14 роликов сразу. Да довольно большие ролики. Какие-то события дня 26 минут. Подготовка к прощанию. Так, 16, кажется, здесь. Нет, нет, 35. Тут 43 отъезжает Марина. Виталий Калиников. С собаками Сергей. 11 минут. Дальше прощание. Воскресный заплыв. 18. Беседа с Виталием. Есть ли выход? 48 минут. Затауста. 25. Милостыня. 18. Открытым оком 25. Добротолюбие. 31 минута. Даже так вот подсчитать. Это 8. 33. 60. И 10 минут. Вот. Ну, 18. Сейчас. 35. 22 часа. На 3 часа выставлено с лишним. Даже больше. Почти на 4. Ну, и наш библейский православный сайт. Помощников Бог дает. Вот. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!